Итак, нам, по-моему, нужно было в штаб, да? Это новый стрим, нифига не помнишь? Ну да, нас больше или особо-то никуда не пускают. Всё, отправляемся. Нужно там пошуршать по архивам. По-моему, нужно было, нужно, нужно, нужно было, по-моему, нужно было. Вот дерьмо, ты должно быть, шутишь. Забавно, я и ещё несколько других парней как раз говорили о тебе на днях после тренировки. В частности, мы делали ставки на то, сколько пройдёт времени, прежде чем ты снова объявишься. Блин, твой приход сюда стоил мне 10 тысяч иен. Не так тут, а что это и важно. С тех пор, как ты ушла, мои дышла, дышла, дышла мои, дышла мои, пошли в гору. Я выиграл последний турнир по кендо среди отделов и ещё наслаждался своим повышением. Кстати, спасибо за мой новый кабинет. В любом случае, не находящимся на службе полицейским, или другими словами, тебе сейчас нельзя находиться в участке. Так что тебе не надо? И она ему ничего не ответила, да? А, вот это вариант как раз. Окей. Фанри. 300 юаней на конфетки. Спасибо тебе большое. Спасибо. Ди к чёрту. Ну, мы профессионалы, мы лицо кирпичом. Нормально. О боже, сейчас отчеству не легче. Умоляешь меня об одолжении, да? Ну, пускай, почешем его через свое, нормально. Нам главный результат, нам не важно, что он там про нас думает, эта тряпка. Я знала, что однажды это произойдёт. Так что ты хочешь, чтобы я сделал, Ида? Проскальзнул в хранилище улик, украл для тебя пистолет. Ха-ха, как будто для тебя я стал чем-нибудь, хоть бы что-нибудь делать. Ты же паскуда. Начальство уже всем в этом чёртовом участке сказало держаться от тебя подальше. Тем временем клаустрофобик 500 юаней отправляет на нажирайство. Спасибо большое. Ребятки, спасибо вам, правда. Все считают, что ты приносишь неудачу карьере людей. Ну, кроме моей, пожалуй. На твоём месте я бы не стала ожидать, что кто-нибудь окажет тебе услугу. И мне бы не хотелось, чтобы люди увидели, как мы тут разговариваем. А то ещё подумают, что мы с тобой друзья. А теперь убирайся, пока не пришло. Чего я не пришла? Пока мне не пришлось позвать сюда кого-нибудь. Ты какая паскуда-то. И всё, что ли? Шо, слышь? Угрожать насилием. Да чё я? Придти в полицейский участок, угрожать насилием. Гениально мы тут. Сакуса. А почему опять туда? Слушай, а если бы я его послала к чёрту, он бы тоже самое, в принципе, ответил, да? Только другими словами, типа, пошла вон отсюда. Ну ладно. Смотри, интерьер традиционного чайного магазина, но не похоже, чтобы туда кто-то заходил в последнее время. Ну, ничего не поменялось. Машина, машина, мне нужно такаяки срочно выправить нервное здоровье. Нет. Так, ну хорошо, он выиграл вроде этот самый. Давайте зайдём, поговорим насчёт вот этого вот. Не ожидал, что повернёт. С чем могу помочь, детектив? Без понятия вообще. Историк, что он такое? Кстати, да, хороший вопрос. Я поговорила с Ясухисой, историком. Хорошо, и... Так, Аси, что он такое? Я не понимаю ваш вопрос. Он... Он один из них. Них? Это ты в порядке? Он просто старик. Кем он ещё, он может быть? Нет, Так, Аси, вы должны были это заметить, с ним что-то не так. Он похож на коллекционера, но... Нет, не совсем. Ну да, мы замечали то, что на нём, как и на коллекционере, эффект шума наложен. Не знаю, что Ясухиса мог вам сказать, что вас так напугало, но я знаю его уже много лет. Он немного эксцентричный, чересчур любит философствовать, но он безобидный. Позвольте дать вам совет. То, что вы сейчас чувствуете, вызвано не им, а вами самой. Чем больше я тратил времени на расследование Каменкай и прошлого, тем сильнее я чувствовал, что мир сошёл с ума. Но это было не так. Он всё так же продолжал вращаться по орбите. Это я стал утрачивать рассудок. Вы всегда можете уйти, детектив, это. Некоторые тайны не стоит разгадывать. Так, ты тренируешь полицейских, да? Мне сказали, что в вашем Дадзё тренируется много полицейских. Верно, многих я тренирую лично. Вы знаете Акиру Тайру, детектива из Тайкиского участка? А, да, детектив Тайра. Я хорошо его знаю. Человек с врожденным талантом в боевых искусствах. К тому же этот талант отчасти компенсирует его, как бы сказать, нахальное поведение. Нахально это довольно дипломатично сказано. Простите, что ставлю вас в неудобное положение, но Тайра практически единственный контакт, который остался у меня в полиции. Но он сильнее всех... В смысле единственный? Ты с ним практически не общалась? У тебя там есть подруженька? У тебя есть шеф? У тебя есть ещё какие-то там ребята знакомые? И Тайра внезапно у тебя один единственный вариант последний? С каких это пор-то вообще? Ну ладно. Но он сильнее всех пытается меня остановить. Видя, что вы постоянно с ним тренируетесь, я надеялась, что вам известно что-то, что может заставить его изменить своё мнение, если вы понимаете, о чём я. Вы просите меня помочь вам шантажировать Тайру? Помимо очевидных причин, почему я не стала бы вам помогать с этим, я также считаю, что это не сработало бы. Возможно, вас это удивительно, детектив Тайра ведёт достаточно простую жизнь. Его крайности не такие, чтобы привлекать к себе внимание, по крайней мере, не среди его коллег. Да, Ваук, я слышала, что он помолвлен и скоро женится. Кто-то действительно согласился выйти замуж за этого слизняка? Бедная девушка. Да, очень милая девушка. Видимо, они очень счастливы вместе. О, да? Посмотрим, как долго это продлится. Слышь, женщина-то больная? Могу я спросить, что такого Тайра вам сделала, что вы так сильно разозлились? Сделала мне? Вам следует спросить его об этом. С тех пор, как я начала работать там, он смотрел на меня сверху вниз и никогда не выпускал шанс высказать свои отношения ко мне. Я игнорировала его, потому что мне казалось, что если бы я работала достаточно усердно и заслужила повешение, то он заткнулся бы раз и навсегда. Как я понимаю, в конце концов вы заработали повышение. Ну и что, он заткнулся, как вы рассчитывали? Нет, он стал еще хуже. Началось с того, что он стал распространять слухи, что я сплю со всеми подряд в участке. Затем было несколько различных жалоб моему начальству, но он не мог смириться с моей победой. И ведь теперь все разрушено. Он получил мою старую работу, и каждый раз, как я вижу его, на его тупом лице появляется та самодовольная ухумылка, словно он издевается надо мной. Хм. Так по мне нравится сам факт того, что, по крайней мере, по его мнению, он был прав. Что-то вроде того. Тайра не первый человек, который считает, что женщина не заслуживает того повышения, что я получила. Но меня задело то, что он оказался за моим столом. Да, я так и думал. Не хотите ли вы сказать, что этот подхалим бабник, ленивый, ни на что не гудный гавнюк, действительно заслуживает мое место, а? Нет, я не могу судить о происходящем внутри полиции, но судя по тому, что я слышал, это точно был не первый раз, когда полицейский получил повышение нечестным путем. Я часто наблюдаю за спаррингом своих учеников и всегда отмечаю интересную закономерность. Видите ли, обычные исходы матча никак не связаны с их мастерством. Есть ли мораль в конце этой истории? Терпение это. Понимаете, когда двое учеников вступают в схватку, исход их в битвы предрешен еще до того, как они обнажат свои мечи. Ученики сравнивают статус друг друга, основываясь на практике, своем общественном положении, своем образовании и многих других критериях еще до того, как зайдут в мое дадзио. Ученик, который считает себя сильнее, всегда более расслаблен, более готов к атаке, в то время как ученик, который смыслился с поражением, безнадежно защищается. Победу приносит не мастерство и не отвага, а ожидание. Вы понимаете, к чему я клоню? Да, но не уверена, что мне это нравится. Вы говорите, что пока я не изменю отношение Тайры ко мне, я продолжу проигрывать, так? Так, именно. Тайры такой человек, который ожидает от женщин определенного поведения, и вы постоянно бросали ему вызов, но... Если я попробую ему угодить и подыграю, это сможет достаточно усыпить его бдительно, чтобы я выиграла эту схватку. Я верно излагаю? Вы очень проницательны. Вот, это должно помочь. Саке? Это подарок. Вау, ну это так лестно, ведь мы едва знакомы. Пожалуй, мне не помешало бы выпить, чтобы опуститься до уровня такого подонка, как Тайры. Это не для вас. Это для Тайры. Оу, только я подумала, как мило вы себя ведете. Это очень дорогая марка. По правде говоря, это моя любимая... Это любимая выпивка Тайры. Подарок в честь его повышения. Повышение, которое он украл. Повышение на мою должность. Можете считать это средством, которое поможет сбить его с толку. Вы не сможете попасть ему в сердце, пока он не ослабит бдительность. Вы знаете, как ему подыграть? Подозреваю, вы в курсе, какие женщины ему нравятся. Как бы мне ни было признавать, это может сработать. Спасибо за Саке. О, господи, сейчас еще подлизывать... Ся. К нему. Типа, ой, Тайра, ты заслужил повышение. Давай сходим куда-нибудь выпить Саке, лол. Не-не, пойдем. Мы уже один раз выпили в начале игры. Это было последствия после этого не очень хорошие. Ой, это сейчас смешно будет, это чувство. Господи, чем мне дается вообще это все? Не могу поверить, что говорю это, но... Прости меня. Ну все, Вита, я выслышал достаточно твоего... Что? Что? Ты не ослышался, Тайра, прости меня. Ты хороший детектив, я еще не поздравила тебя с повышением. Вот это тебе. Просто. Я понял. Так ты думаешь, что меня можно подкупить? Кен-но-мити? Это бутылки Кен-но-мити? Быть не может. Дам все. Только дай мне бутылку. Их раскупают за недели. Даже моей семье редко дается заполучить бутылку, а они знают нужных людей. Откуда она у тебя? Это не важно. Считай это извинением за то, как я общалась с тобой в прошлом. Я дарю ее тебе, чтобы ознаменовать официальную передачу своей старой должности тебе. Я... Но... Мне так жаль. Сэнпай. Ито. Выпрямись, хорошо? Ито, все в порядке. Просто выпрямись уже. Ладно, ладно. Я принимаю твои извинения. Черт, я не ожидала от тебя такого. В смысле, в свете последних событий и прочего. Это уже давно должно было произойти. Думаю, со всем стрессом, через который ты прошла, задержка понятна. Что за тебя задержка, блин, будет? Крыса, блин. Рад, что ты наконец научилась правильно управлять своими эмоциями. Спасибо вам за добрые слова, детектив Тайра. Знаю, что когда я вернусь в отдел, то смогу многому у вас научиться. Эй, рановато говорить об этом тебе не кажется? Еще неизвестно, разрешать ли тебе вернуться на службу после служения. Да, полагаю, вы правы, детектив. Мне не следовало говорить так резко. Коменос. И ты прекрати это, пожалуйста. Я всегда считала, что ты была бы более хорошим копом, если бы не почаще слушала своих коллег-детективов. Думаю, тебе придется много бы у меня научиться, а? Я знаю, что вы правы, детектив Тайра. Я раньше была такой нахальной. Вот почему, наверное, все до этого и дошло. Да, нет проблем. Спасибо, что зашла Ита. Сказать по правде, это был трудный период для всех нас. Лучше держаться вместе. В конце концов, мы все в одной команде, верно? Может, однажды ты вернешься, и мы сможем стать напарниками? Можно только надеяться, что мне так сильно повезет. Точно, точно. Слушай, мне пора возвращаться в кабинет. Тебе нужно что-нибудь еще? Ну, я думала, что... Ну, я не могу вас попросить об этом, вы так заняты. Да, все нормально, я разберусь. Продолжай. Ну, не знаю. Я знаю, что мне следовало бы... Не следовало бы, вернее. Я так нервничаю, простите. Но я провожу небольшое расследование. Неофициально, понимаете? Честно, это... Глупость вообще, самая мелочь. Мне бы было интересно, сможете ли вы достать для меня одно дело. Ты знаешь, что я не могу для тебя достать ничего и дать тебе доступ в системе, вообще-то? Ты отстранена, и к тому же это было бы против правил. И, пожалуйста, если ты останешься по ту сторону стойки, я мог бы сказать Иси-Баси помочь тебе. Не думаю, что мы теперь лучшие друзья, или вроде того, это просто отплата за Кенну Мити. О, спасибо. Либо... Ну, Тайра... Детектив Тайра. Я бы не хотела нарушать ваш плотный график. Опять? Встань! Саки, я возвращаюсь в свой кабинет. Найди дело, которое нужно, и это запиши в журнал на мое имя. Понятно? Да, сэр, конечно. Я пробуду в своем новом кабинете весь день, так что направляй звонки туда, ясно? Да, сэр? Думаю, он ушел. Черт возьми, Аяме. В смысле, я раньше обводила парней вокруг пальцами, но это было невероятно. Думаю, возвращение в свой кабинет не займет у тебя много времени, если ты продолжишь показывать такие чудеса. Аяме, слушай, очень внимательно. Это очень, очень важно, чтобы ты научила меня этому. Для профессиональных целей. Понятно? Думаю, ты сама отлично справляешься, Саки. Ну ладно, пусть так. В любом случае, у тебя есть разрешение Тайры. Че ты хочешь, чтобы я тебя нашла? 4 марта 1996 года был проведен рейд на поселение, принадлежащее секте под названием Каменкай. Я бы хотела официальный отчет, плюс все остальное, что ты можешь поэтому найти. Вау, тяжеловато, чтиво. Сейчас же займусь, босс. Эм, не похоже, чтобы тут было много по этому делу. Кажется, есть только один документ. Вот так. Я скачу его тебе на флешку так, что сможешь взять его с собой. Но никому не говори. Вот, держи. Спасибо, Саки. Я у тебя в долгу. Больше, чем ты думаешь о Айме. Еще увидимся. Лох. Эх, мужики. Все вы? Главное соответствовать вашим ожиданиям. И тогда просто, просто вы пластилин. Без обид. С другой стороны, на женщину-то тоже работает, но с женщинами в этом плане сложнее. Да, потому что хер поймешь, что они хотят, блин. И какие ожидания у них там это самое. Сейчас шурнемся с таблеточками. Давно мы их не принимали. Ааа, кысенька. Так, таблеточки. Что у нас по состоянию? Нервозность прям плохо. Все зато вот это более-менее. Инвестигейшн зато вот это вот. Слушайте, а что падает после этого самого, после таблеточек? А я могу принять? А, я не могу принять таблеточки? Почему? Непонятно. Ну ладно. Сейчас мы сможем получить одну консолочку. Прям сейчас, что ли? Серьезно? Что так быстро-то? Что-то здесь нечисто. Что-то здесь нечисто. В последний был проведен рейд и все, что осталось, лишь этот одинокий рапорт. Что-то не сходится. В последний что? Не говоря уже о том, сколько всего здесь отредактировано. Полицейские, прибыв на место, обнаружили тела 12 погибших, в том числе Токимасы и родители Майи. Не-не, все профукано. В смысле? Из-за таблеточек? Можно было бы словить концовки с таблетками связанные или что? Не пугай меня фразами все профукано, я начинаю прониковать. Не надо такие вещи писать, ладно? Где подробная информация о том, как они умерли? Я уж не говорю, что сам рапорт был составлен спустя месяц почти... Спустя почти неделя, вернее, где месяц я увидела. После рейда так почему уже не было отчетов о вскрытии? Здесь указано два ребенка и один взрослый считаются пропавшими. Должно быть, это про Майя, Токаси и его их бабушку. Думаю, это значит, что Токаси все-таки говорил мне правду. Так много людей утаивало от меня информацию, что это в некотором роде облегчение. Все равно для такого короткого рапорта он вызывал много вопросов. Список умерших, причин их смерти. Были ли другие выжившие? Что еще они нашли? Все потеряно. Даже местоположение поселения было засекречено. Мне известно только то, что маска была найдена посреди груды мертвых тел. Что, черт по пире, произошло? Почему это решили скрыть? Так, заключительный отчет, отчет об инциденте. Код такой-то, рапорт офицера изменено. Интересненько. Агентство изменено, адрес изменен. Дата инцидента 4 марта 96-го. И дата отчета 4 марта, точнее 9 марта 96-го. Время инцидента приблизительно 05.50. Сводочка. Задача произвести рейт на группу, связанную с сектой, известную как Каменкай, расположенном в таком-то месте. Хрен знает каком. Детальные миссии изменены. Прибыли для осмотра 12 тел мертвых, включая лидера культа Синдию Мизава. Также известна как Токемаса. Другие тела. Это 6 женщин и 3 мужчины разных возрастов вместе с двумя детьми. Причина смерти, хрен пойми. Два ребенка и один взрослый считаются пропавшими без вести. Блаблабла. Раз-два, раз-два. Личные вещи собраны на месте преступления. Эта маска и несколько других ритуальных предметов. Результатики. Рейт считается успешным. Секта, известная как Каменкай, прекратила свою деятельность. Уцелевшие члены были спасены. Да что ты говоришь? Ну ладно. Ой. В отчете не все было понятно, но очевидно, что что-то ужасное произошло в поселении Каменкай. Не сомневаюсь, что маска сыграла некую роль в гибели этих 12 людей и так или иначе после этого она нашла свой путь к Рейне. Она сказала, что ищет двери, с чего следует, что их связь также не была простой случайностью. Коллекционер сказал, что путь во тьму никогда не откроется. То есть только я не пойму ее прошлое. Пока что отчет это тупик. Но он мне дал еще одну зацепку. Агентство под названием Омега в Кабу-Китю. Это не так уж и много, но возможно я сумею найти недостающий звено этой цепочки. На данный момент все, что я могу, это отправиться в Кабу-Китю и поспрашивать там. Вот, таблеточки можно взять. Имеет смысл принимать? Просто как бы у нас нервозность вон, а сколько? Можно было бы чуть-чуть выправить. Но я не думаю, что имеет смысл, наверное. Одна из концовок нажраться таблеток. Ну это, честно говоря, очевидно довольно. Вот я и думаю, вот сейчас имеет смысл? Или не надо? Просто мы и без них неплохо справляемся. Нервозность не такая уж низкая. Сходить еще блинов пожрать вообще замечательно будет. Давайте примем. А давайте не будем что-то новое. А просто я не знаю, какое здесь максимальное количество приемов. Мы уже два раза скушковали, да? Это в начале этого самого. Даже коллекционер обратил на это внимание. Мне кажется, у нас не настолько все плохо. У нас девка не сходит с ума. Так что, ну, в жопу эти таблеточки. Покинуть квартирку. Кошечку погладить можно, не? Долбануться от нервозности тоже так себе. Ну это же надо до нуля, наверное, довести. Ну, точнее, ну вы поняли. Просто хз, сколько нужно съесть раз эти таблетки. Но нервозность, опять же, непонятно. Когда она там упадет и упадет ли. Мы, в принципе, расслаблены. Уравновешены, непредвзяты, неукоснительны и расслаблены. По-моему, неплохо. О чем сюжет вкратце? Вот и тварту расскажите, о чем сюжет. Покинуть квартиру. Блин, я не знаю. Слушай. Кошка очень странно дышит, увеличиваясь. Ладно, не буду пока есть. Не забывай, что здесь есть только автосохранение. Да я знаю. Но я надеюсь, что в Кабу-Китё там ничего прям адового не произойдет, что у меня вся моя оставшаяся нервозность упадет до нуля. Коллекционер упомянул про связанное с Рейной агентство под названием Омега, которое находится здесь, в Кабу-Китё. Если только здесь нет большой рекламной вывески, в чем я сильно сомневаюсь, мне придется поспрашивать вокруг, чтобы найти ее. Ой, инверсионный звук разговоров. Какой кошмар. Судя по узорам драконов и общей... По-моему, громко, да? Атмосфера вокруг здания. Думаю, здесь не совсем обычный бар. Кто знает, сколько тут еще мест, куда я куда запустили свои щупальца. Трое в реформе, чьи лица я не узнаю. Хотя сомневаюсь, что им будет трудно узнать меня. Судя по тому, как они сгруз... Чего? Сгрузились? Мало похоже, что они занимаются полицейской работой. Надо сделать потише. Более чем несколько нарушений, возможно, произойдет прямо под их носом. Но я не удивлюсь, если никто этого не заметит, потому что им проплачивают за то, чтобы они их игнорировали. Такие копы, наверное, не доставляют мне непри... Не доставят мне неприятности. И они определенно не проболтают своему начальству, что видели меня в каблоките. Хорошо. Единственное... Я хочу сделать потише. Немножечко. Самую малость. Ой-ой. Ой-ой, подожди, подожди. Так, поговорить с ними. Давай, послушаем, точнее. Эй, постой, я же тебя знаю. Без понятия вообще. Кого? Меня? Да, тебя. Разве что ты не прячешься... Разве что ты не прячешь кого-то у себя за спиной? Разве ты не тот, чье лицо было по всему городу несколько недель назад? Да, да, точно. Как и раньше тебя не узнал. Эй, парни. Ведь уже кто-то из участка приходил. Расспрашивал о ней, да? Может, нам следует доложить? Погоди, Дэнзир. Ты правда думаешь, что это хорошая идея? А? Че? О чем ты говоришь? Я не собираюсь рисковать своей работой за какого-то никченного детектива. Ну, в общем, доложив об этом участке, ты рискуешь потерять больше, чем свою работу, если ты понимаешь, о чем я. Говорю, прав. Зачем она подставляет свои шеи, если она даже ничего не сделала? Потому что она в отпуске не запрещает ей ходить тут. Вот-вот, кстати. Чего ты не так прям доложить о ней? Подумаешь, что я была? Я же не в розыске. Почему обо мне докладывать надо? Согласна, срю. Не думаю, что мне нужно напоминать вам, ребята, что происходит, когда действуешь на нервы не тем людям в участке. Парни, вы же не серьезно. Слушайте, я не говорю, что мы ее арестуем. Просто ты разозлишь нехтих людей, Дендиру. Я не знаю, как еще проще тебе объяснить, чтобы ты понял. Никто даже этот детектив не стоит того, чтобы рисковать вызвать ее гнев. Особенно прямо сейчас. Обстановка все еще нестабильна после перестановок в семье Мифуны. Нет нужды повторять судьбу офицера Оно. В один день получаешь повышение, а затем в участок приходит какое-то анонимное сообщение, что Оно понемногу торговал травкой на стороне. Даже нашлось оружие, которое связывало его с местом преступления. Да, оружие, которое таинственным образом пропало из хранилища улик. Думаешь, это правдивая история? А это важно? Суть в том, что он задавал слишком много вопросов в этой округе. Я теперь в тюрьме. Ну, мы и полицейские в заложниках у какой-то женщины. Эх, к черту все, может, вы и правы. Пожалуй, если этот парень из участка спросит снова, мы сможем сказать, что не видели сегодня никаких детективов. Все верно. Мы не видели тебя, а ты определенно не разговаривала с нами. Понятно? Да, понятно. Работа на улице в этой округе задача не из легких, а? Спрашиваешь про самое дно. Слушай, я еще не понимаю логику. Вот представь, да, мы полицейской, мы работали, мы попали в неприятную ситуацию, журналюги налетели и рассказали. Хорошо. Нас как бы отстранили, все. Мы гуляем, расслабляемся. Там, где хотим, что хотим делать. Мы в отпуске. И вдруг видят нас какие-то другие полицейские. Срочно доложите о них участок. Почему? Зачем? Логика странная, конечно, какая-то у этих ребят. Что они несут? Вот я о том же. Я вообще не понимаю, почему они должны о нас докладывать. И каким образом, если доложить о нас, кто-то там разбесится. Ну, может быть, умный человек, которому они позвонят, скажут, что, блин, вы дебилы, что ли? Вы зачем мне знать, что она где-то там ходит, придурки? Вот если только в этом плане оно там разозлится, это тело, тогда да, тогда я понимаю, это тело и почему оно разозлится. Но почему эти дебилы, точнее, один из них хочет что-то там доложить? Просто, просто придурки, не говори вообще. Спрашиваешь про самое дно? Да у нас тут осталось немного вариантов. Такое чувство, будто я застряла между участком и всем остальным дерьмом, которое тут происходит. Если честно, не уверена, что из этого хуже. Ты ведь читала газеты, да, детектив? Слышала про семью Мифуну, верно? Да, я уверена, что она слышала. И тебе следует больше говорить на эту тему? Не следует, вернее. Говори, не знаешь, кто тут на кого работает, так что закрой варежку. Послушай, детектив, чтобы она с ней думала, или чтобы тебе не казалось, что это происходит. Тут все сложнее, чем простое давление на хороших и плохих полицейских. Запомни это. Возможно, в Кабыке тебе не все идем, но мы делаем все возможное, чтобы поддерживать мир, верно? Я пришла, один из них из этих придурков сперва захотел нас сдать, зачем-то непонятно почему. Другие напомнили ему, что он дебил. Окей. И тут же начали выкладывать просто информацию. Я слова не сказала. Здесь все не так. Знаешь, совсем не вызывают подозрений, когда люди говорят, что у нас ничего не происходит, у нас все под контролем, ничего. Если увидишь что-то, это тебе показалось, короче. Это не то, чем кажется. Ни разу не вызывает вопрос вообще. Может, я просто иду мимо? Я просто иду мимо в мужской стриптиз расслабляться. Мне вообще срать, что у вас тут происходит? Они мне просто все выкладывают. Что им надо вообще? Вот я о том же. Верно, верно, да. Верно. Как я сказала Рю, мы делаем все возможное. Так что создавай для нас проблемы. Мы отплатим тем же, не сообщив об этом в участок. Есть места и пострашнее участка так-то. Ха-ха. Это точно. Почему бы тем не пойти дальше, детектив? Пожалуй, так и поступлю. Удачи, господа. Наркоманы, блин. Похоже, этот клуб довольно популярен. И здесь уже много посетителей. Может, поговорив с кем-нибудь из постояльцев, я получу представление, откуда стоит начать поиск фамиги. Maybe. Maybe not. Подождим. Это что за тело? Оно говорит? Ни разу не подозрительно, да? Что это такие? Что это такие? О, слушай, реальные людишки. Смотри. И мы такие так выделяемся странно, да? Можно задать один вопрос? Здрасте. Да, конечно, тебе не нужно мое разрешение. Рёта. Ты слышал про агентство под названием Омега? Омега? Нет, не припоминаю. А что? Зачем это тебе? Я ищу пропавшую девушку. Пропавшую, да? Она была иностранкой? Работала в ночном клубе? Может, работала в каких-то других видах клубов? Не помню, что бы спрашивала твое мнение о девушке. Мне нужно... Важно ли что? Знаешь ли ты про агентство? Она спрашивает у него вопрос и тут же грубит ему. Так или иначе, ответ будет один и тот же. Я не знаю ни про какую Омегу, и ты наверняка не нашла бы девушку, даже если бы я знал. Девушки здесь постоянно пропадают, если улавливаешь, о чем я. А можно поподробнее? Нет, нельзя. Не думаю, что такая деликатная девушка, как ты, сможет это перенести. Скажем так, не все в этих местах так любезны с дамами, как я. И на этом мы закончим. Подлей своими вопросами масла в огонь, и у тебя обязательно будут неприятности. Так что, если тебе нужна помощь, обратись к кому-нибудь другому. Поговорить. Привет, можешь уделить минутку? О, сколько ты здесь стоишь. Я? Я только что пришла. Ты что такой нервный? Прости. Тут стоял большой страшный парень со шрамом, не задал бы до тебя. Он сделал себя достаточно дружелю, но мне было немного не по себе. Он все спрашивал меня, что я тут делаю, и не хотел бы я сходить куда-нибудь выпить с его друзьями. Если честно, я же выжидал подходящий момент, чтобы свалить. На мой взгляд, ты правильно поступил, когда решил остаться. Ты, случайно, никогда не слышал об агентстве под названием Омега? Омега? Нет, никогда таком не слышал. На самом деле, я не из этой части города. Подруга моего друга пригласила меня сюда немного выпить, но она все еще не появилась. Это начинает попахивать какой-то дурацкой подставой. В любом случае, у меня есть еще какая-то гордость, поэтому я пока не собираюсь убегать с поджаток хвостом. Удачи в поисках этого агентства или что-то там ищешь. И если увидишь того парня, про которого говорил, будь начеку. Обязательно. Добрый вечер. Тебе что-нибудь известно об агентстве под названием Омега? Я слышала, они здесь находятся, где-то рядышком. С ума сошла? А я ведь не прошу, чтобы ты меня лично туда отвел. В чем проблема? Ты точно знаешь, где находишься, а? Омега пришла дорогу кое-каким людям. Тем же людям, которым принадлежит этот клуб. И с тех пор их не видели. Переворот Мифуни... Мифуны... ХЗ. Мифуны, наверное... Мифуны... Мифуны... Принес уже немало жертв, и я не планирую присоединиться к их числу. Не знаю, на кого ты работаешь, но ты пришла в довольно неподходящее время. На твоем месте я бы повернулся и вышел через ту дверь. Черт, она, наверное, его убила. Кого убила? Его, ты знаешь. Хигаси, владельца Омеги. Всем было известно, что он задолжал в семье Мифуны небольшое состояние. Поговорю, что произошло нечто вроде генеральной уборки всех неблагонадежных подчиненных. Мне все нужно для тебя разжевывать. Ладно, я и так уже много сказала. Тебе стоит перестать задавать вопросы. Никогда не знаешь, кто подслушивает. Болтун находка для шпиона, да? Вот этот подозрительный пипец. Так, тут ничего нет. Эй, знаешь эти места? Что? У меня вопрос насчет... Что? Говори громче. Я тебя не слышу. Динамик прям вон там. Тебе нужно говорить громче. Я ищу одно агентство. Мать твою. Ты ищешь свободное место? Где? Нет, а... Ты что? Я ищу информацию об агентстве Омега. Тебе что-нибудь известно? Воу. Тебе действительно не стоит кричать здесь про такие вещи. С дня, девушка. Мы надеемся, что вы сможете присоединиться к нам за соседней дверью. Считайте это приглашением поклонника Крым Таба. Вас приглашают в место, которое гораздо лучше этой помойки. Да, на самом деле мы были бы счастливы сопроводить вас. А вы кто? А вы как думаете? Мы просто деловые люди, занятые своим делом. А, спасибо, я воздержусь. А почему грубить-то надо было? Иди назад, урод! Думаешь, я пойду с тобой куда-то? Да, думаю, пойдешь. Проследуй сюда, это вам бы были чересчур вежливы. Мне не нужно твое разрешение. Принуждать меня было бы большой ошибкой, козлина пятнистая. Да ладно, это почему же? Посмотри вокруг, думаешь, тебе кто-нибудь поможет? Черт, почему она нагрубила, а? Дебилка. Могу поклясться, люди увидев, как мы с тобой от... Как мы выводим тебя отсюда. Посмотри в другую сторону. Черт, я бы, наверное, смогу прямо сейчас сломать тебе нос, заказать выпивку, и бармен принес бы ее прежде, чем даже подумать о том, чтобы вытереть твою кровь с пола. Не то, чтобы я угрожал тебе, понимаешь? Конечно, нет. Мы бы не хотели, чтобы тебе показалось, будто ты в опасности. На, теперь пойдем. Черт! О, Касуми. Ах, вот где ты пропадаешь. Добро пожаловать, проходи. Позволь мне представиться, я Касуми Мифюна. Я признательна тебе за то, что ты пришла поговорить. Слушай, красивая. Твои громилы не дали мне особого выбора. Да кем-то еще все взомнила, тварь, а? Называть меня громила, слышь. Мы делали, люди, понятно тебе? О, конечно. Мне это понятно. Но не думаю, что из-за твоего наряда ты перестанешь выглядеть, как громила. Еще слово легавое, сука. Хватит. Если ты скажешь еще одно слово, я заставлю тебя об этом пожалеть. Теперь убирайтесь оба. Да, босс. Прошу прощения. Качество помощи, которую можно получить в наши дни, не совсем соответствует тем стандартам, которые были во время на моего отца. Диких собак бывает сложно выдрессировать, но они научатся. Даже если мне придется вбить это в их силой, в их головы пустые. Садись, расслабься. Тебе что-нибудь налить? Еще одна бар большая. Да, виски со льдом. Не, спасибо. Хотя отказываться невежливо. Блин, я один нас уже выпила в этой игре. С другой стороны, отказываться будет грубо в данной ситуации. Виски, пожалуйста. Подбахнуть немного. Профессионализм минус дезин. Мне страшно. Принесите кто-нибудь стакан для нее и один для меня. Предлагаю тебе пропустить лишний разговор и сказать мне, что я здесь делаю. Давай. Я к этому и веду. Вижу, ты женщина, которая не любит тратить время зря. Хорошо. По счастливой случайности я такая же. Тогда сразу к делу. Не так давно пара человек снизу прибежали ко мне, говоря, что ты, коп, прошла мимо моего бара и зашла в один из моих ночных клубов. Затем я услышала, что ты вынюхиваешь, спрашивая про одно из моих вложений. Вложений? Ты имеешь в виду Омегу? Умная девочка. Скажи мне, Айами Ито. Почему так получилось, что коп разгуливает тут, задавая такие щекотливые вопросы? И что еще интереснее, не просто какой-то коп, а публично опозоренный коп в отпуске. Опозоренный коп с историей, как они там выразились? А, да. С историей психических припадков. Знаешь, вот это... Нет. Откуда ты все это знаешь? Газеты, дебилка. У всех есть друзья, детективы это. И когда детективы разгуливают в моей части города, мои друзья рассказывают мне все, что я хочу знать. Если честно, ты не кажешься мне такой уж сумасшедшей. А вот зачем ты ищешь Омегу? Скажем так, ты пробудила мой интерес. Прости, только посмотри на нас. Ты просила без лишних разговоров, а вот мы уже ушли куда-то в сторону. Давай вернемся к делу, хорошо? Так как ты действуешь... Так как ты действуешь неофициально, можно с уверенностью сказать, что никто не знает, что ты здесь, правильно? Да, наверное, никто не знает. Хм, в твоем положении я бы, наверное, попробовала солгать, хотя я оценила твою честность. В любом случае, это был риторический вопрос. Я точно знаю, что никто за тобой не придет. Забавно, что ты не производишь... Ты не производишь впечатление идиотки, однако же добровольно полезла в змеиное гнездо. Если бы для тебя представляла ценность голова на твоих плечах, ты бы не поступала так безрассудно. Можешь пропустить угрозы. Если бы ты хотела что-нибудь со мной сделать, ты бы уже так и поступила, нет? Плюс ты достаточно умна и знаешь, что не стоит вредить полицейскому, даже в моем положении. Ха-ха, хорошо, ты мне нравишься. Учитывая твой колючий характер, сомневаюсь, что ты работаешь с кем-то из моих конкурентов, и ты здесь явно не ради своих дружков полицейских. Ладно, я сдаюсь. Я должна узнать, что именно ты хочешь узнать об Омеге. Я ищу эту девушку, ее зовут Райна. Мне сказали, что она была как-то связана с агентством. Я хочу узнать, что с ней произошло. Как благородно с твоей стороны? Боюсь, поиски информации могут быть затруднены, так как Омега была приобретена совсем недавно. Чтобы узнать больше, тебе придется поговорить с ее директором и бывшим владельцем, человеком по имени Эйтихигаси. Так уж получилось, что и я бы хотела с ним поговорить. Мы с тобой как две капли воды. К сожалению, после того, как он предал мой бизнес, он стал немного, как бы это сказать, небрежным в отношении своих крупных долгов перед нами. Бедняжка так меня боится, что не отвечает на мои звонки, наверное, думая, что я сделаю с ним что-то ужасное, если найду. Понятия не имею, как ему такое в голову пришло, а ты? Может, он согласится поговорить с офицером полиции, раз он не хочет поговорить со мной? Я не какой-то зеленый новичок, я уже знаю, как это работает. В чем подвох? Ты ни за что бы не сказала мне, где он находится, и затем отослала бы просто так. Конечно, нет. Сначала тебе придется доказать, что ты заслуживаешь доверия. Есть кое-кто, с кем мне нужно, чтобы ты поговорила более легкой Мишин, чем Хигаси. Довольно неплохая сделка, верно? Ты что-то ищешь в обмен на эту маленькую... То, что ты ищешь в обмен на эту маленькую услугу. Так, что-то не влезает. Ну, учитывая, что здесь нет, сразу давай вот это. Профессионализм минус пять? Да ладно. Ну, ладно. Не нужно все чрезмерно усложнять. Когда-нибудь ты согласишься. Так зачем сопротивляться? Это было минус... Слышь? Я же нажала... Слышь? Наверху же был отказ, а не слева. Слышь, игра нечестна. What the fuck вообще? Аматер, привет. What the fuck am I... Шо? Я что-то не въехала. Слышь, игра, что ты мне портишься. Мало того, что текст не пихает мне полностью, так еще сверху написано. Я никогда не буду работать, но... А слева что-то там сперва одно задание, потом другое. Ну, что-то такое, да? What the fuck? Я многое знаю о тебе. Лучшая в группе, одна из лучших детективов в полиции. Ты бы никогда не позволила чему-нибудь такому скучному, как мораль, лишить тебя хорошей информации. Разве не так? Я тоже слышала о тебе, косыми мифуны. Точнее, я многое слышала о твоем отце. Так и должно быть. Мой отец был хорошим человеком. Неудивительно, что ты слышала о нем больше, чем обо мне. Это скоро изменится. У меня на English таких проблем не было. Либри, а слева на English, какой вариант был ответа? Мне недолго осталось быть лишь упоминанием его биографии. Мой отец всегда недооценивал силу информации, но я сильно стараюсь лучше узнавать людей, с которыми работаю. Взять тебя, к примеру. Все, что ты сделала, определяет тебя как человека, который очень решительно и очень отчаянно хочет найти эту свою девушку. Не позволяет другим людям утверждать обратное, детектив. Я думаю, что эти черты составляют прекрасную комбинацию. Однако, это также означает, что у тебя сейчас не так много козырей в наших переговорах. Если не хочешь работать со мной, ничего страшного. Вместо этого ты можешь отправиться домой и переборщить с лекарствами, которые ты там принимаешь. Как хитро. Более того, я могу просто отказать тебе в просьбе, но это будет так скучно. Нам обеим кое-что нужно, поэтому давай поможем друг другу. Выполни задание, о котором я прошу, и я расскажу тебе все, что знаю о маленьком Хигасе. Как я уже говорила, подобно ему, есть еще один предприниматель в Акихабаре, кому не повезло просрочить платежи. Ведь такая жалость, я действительно хотела простых взаимоотношений с ней. Понимаешь, я помогаю ей кое с чем, а в обмен она отстегивает мне немного из своих доходов. Иногда мы высылаем друг другу новый договор, чтобы пересмотреть условия наших взаимовыгодных отношений. К сожалению, в последний раз она отказалась подписывать бумажки. Я полицейский, а не какой-то сборщик налогов в Якудзу. Займись там сама. Ах, отстраненный полицейский. Больше ты не сможешь размахивать своим значком, доказывая всем, что ты рыцарь в свеющих доспехах. Ввиду недавней передачи власти, я не могу прямо сейчас заняться этим сама. Псы из полиции Токио начинают пыхтеть сразу, как только завидят меня или кого-то из моих людей за пределами Кайбу Китё. Я не прошу тебя проламать чью-то голову, я только прошу сделать им дружеское напоминание, следить за состоянием своих платежей. Просто ведь, правда? Вот, возьми, сделай это для меня, и мне будет гораздо комфортнее делиться с тобой информацией об Омеге. Также я хочу тебе напомнить, что в связи с твоим надвигающимся слушанием будет неловко, если выяснится, что у тебя была встреча с Якудзой, не правда ли? Шантаж, а? Какое нехорошее слово. Только я подумала, что мы становимся друзьями. Нет, нет, я просто излагаю факты, вот и все. Заведение, куда ты отправляешься, это кошачье кафе в Акихабаре. Да что ты говоришь? Адрес можешь узнать у Кадзу, когда будешь выходить. Да я знаю. Подожди, кошачье кафе или... Или что? Кошачье кафе там... Чем еще это может быть? Ну, кафе с кошками или кофе с горничными кошками? Что? Мы говорим о кошках-кошках или о людях, одетых как кошки, потому что... О долбанном кошачьем кафе с настоящими кошками, милыми, пушистыми, замечательными кошками. Какого черта я бы стала вкладывать в какое-то дурацкое кафе с горничными, с кошками, с нормальными кошками? Проклятье, теперь я на взводе. Слушай, добейся подписания этого долбаного договора и мы поговорим. Лолушка. Та девчонка, короче, она на Якузо, оказывается, работает. Парлясно. Слушай, я что-то не поняла. Там было сказано наверху то, что нет, никогда не буду работать. А слева был другой какой-то вариант. Но вместо этого вот это вот получилось. Так, я теперь, кстати, могу с этими людьми поговорить. Похоже, что они рассказывают повод тротуар, так как они заверживают мне обзор. Я ничего хорошо вижу, что они делают. Так, а что там по состоянию? Ну, блин, профессионализм теперь упал за этих двух тупых выборов. Выпить, кстати, ну, я не знаю. Может быть, это было и не совсем профессионально. Но, как бы, не принято у Якутза отказывать, когда тебе предлагают выпить. Понимаешь, это некрасиво. Это плохое начало совместного плодотворного потенциального, плодотворного диалога. Понимаешь? Зато investigation. Вон, а где. Вот упай ей новую бизнес-идею на мульон подсунули. Она бухтит. Эй, дамочка, вам нужно что-то? Здесь не на что смотреть. Так почему бы вам не пойти своей дорогой? А почему? В конце концов, вы сами сказали, что здесь не на что смотреть. Небольшой совет. Если вам не хочется, чтобы человек влез в ваши дела, я бы не стала начинать с не на что смотреть. Видите? Она тоже так думает. Каждый раз, когда вы говорите не на что смотреть, люди останавливаются и пялятся на нас вместо того, чтобы действительно идти своей дорогой. Знаете, после не на что смотреть, на самом деле хочется посмотреть подольше. Звучит немного зловеще. Здесь не на что смотреть. Так бы сказал коп, когда определенно без сомнений есть то, на что стоит посмотреть. Большое спасибо за совет, ребятки. Когда я проверял в последний раз, вы работали на меня, а не наоборот. Что-то мне сейчас лампочка мигнула. Хорошо, хорошо. Не нужно быть таким чертовски обидчивым. Господи. Мы только говорим, что если вы не хотите, чтобы каждый прохожий в кабуке останавливался поглазеть на нас, мы могли бы попробовать умолкнуть. Выточнее. Умолкнуть? Вы так разговариваете со всеми своими нанимателями? Вы ведь знаете, на кого я работаю, да? Да? Выкапывание ямы это наименьшее из ваших работ. Поэтому делайте так, как я говорю. Эти заказы хуже всех. Вы именно... Что именно вы, парни, делаете вообще? Я тут неожиданно заинтересовалась, что делает человек в костюме, стоя рядом с местом проведения работы. У меня тоже лампочка мигнула. Да какая-то? Может, мы живем в одной квартире, слышно? И не знаем об этом. Ну, тут я вынуждена согласиться с этой дамочкой. Насколько я знаю, мы втянули... Мы вытянули полосу бетона вообще без какой-либо причины. Без причины? Вовсе нет. Это плановое техобслуживание по просьбе владельца здания. Было несколько жалоб на то, что люди падают или ударяются из-за нервного тротуара. Поэтому мой работодатель великодушно решила сама заплатить за ремонт. Обслуживание, да? Все выглядело нормально, пока мы не начали долбить бетон. А вы, кажется, стали чертовски торопиться, чтобы мы забыли... Чтобы мы залили его обратно. А прикиньте, мы живем в одном подъезде и не знаем об этом. Смешно будет вообще. Ой, я поржу. Может быть, это как-то связано с той штуковиной, которую до этого обернули в ткань? Ну и какая тут кроек на квартире и громко крикни... СЕВЕН! Сейчас такое палево будет, да? Заткнись, или я прикажу вам выкопить еще две ямы после этой. Еще две? О, я понял. Думаю, это должно было бы быть что-то вроде угрозы. Да, точно. В смысле, то, что вы сказали, звучало не очень угрожающе. Если честно, я слышала получше. Он пытается намекнуть, что заставит нас залить себя бетоном. Довольно скучная угроза. Ладно, плохая шутка. Но, может, вам двоим стоит вспомнить, что вам платят очень щедро за что-то. Так что замолчите, пожалуйста. А вы, мисс, будьте так любезны, пожалуйста. Проходите дальше. Как вы можете заметить, я и без того достаточно занят с этими двумя, чтобы отвлекаться еще на кого-то. Исследование. Окей, ладно. Ой. Что-то пью квас, а что-то так плющит от него. Так, кстати, может зайдем? А, нет, нельзя, уже не дают поговорить. С кем? А, здесь же должен был этот... Невидимые люди, они все еще с нами. В киндомкам, здесь. Окей. Давайте в гости, что ли, зайдем за блинчиками. Иногда, когда я погружаюсь в мечты, они уносят меня прямо к этим воздушным блинчикам. Если я сумею вернуться к нормальной жизни, то до конца своих дней буду есть на десерт только блинчики в форме кошек. Хотя я ни за что не смогу приготовить их так хорошо, как это делают здесь. Разве что я чудесным образом стану лучше готовить. Ай, отвлеклась на эти сладкие-пресладкие блинчики, нужно пойти в кошечек кафе и покончить с этим неприятным делом. Давай сперва пожрем, а? Так, подожди, войти. Ну, видимо, люди, это не баги, это тренд. Именно так. С возвращением! Думаю, Тома вас запомнил. Му-тью-тью-тью-тью. Ой. Должна быть ему благодарен вам за все, что вы сделали, чтобы он почувствовал себя лучше. Хотя мне пришлось отказаться от поставок сашими. Кажется, что даже запах расстраивает его желудок. Плюс еще одна странность к и без того странному характеру. Может, это знак того, что вы были правы насчет рыбы. Да. Послушайте, нам нужно поговорить. Хорошо, конечно. А почему вы такая серьезная? Что случилось? Ты работаешь на Якудзо! А где? Что? А, вот, господи. Вы задолжили Якудзо? Как именно владелец кошачьего кафе могла связаться с Якудзо? А? Что вы имеете в виду? Кое-кто, с кем я встретилась недавно, дал мне договор с вашим именем, чтобы его подписать. Я прошла его, и кажется, что вы задолжали им довольно крупную сумму. Почему? Я сталкиваюсь с подобными вещами уже много лет, и не могу понять, как владелец кафе могла задолжать столько денег. Деньги? Якудзо? Подождите, вы работаете на нее? Почему? Я ни на кого не на работу. У меня есть только этот договор и ваше имя. Я хочу знать причину. По правде говоря, этот бизнес не совсем легален. Точнее, легален. Но так было не всегда. Ну да, как она породы кошек-то все собирает тут? Откуда у нее столько денег? Вот он. Она задолжала. Она взяла в долг у Якудзо денег, чтобы сделать свое мега-кафе и редкие породы надергать. Очевидно же. И не занимала денег, и не делала других подобных глупостей. А, нет? Когда я открывала это место, то всего лишь старалась остаться на плаву. Но собственник здания приходил с жалобами, а затем сотрудники разной службы, санитарные инспекторы стали стучаться в дверь. Мне никогда не приходило в голову, насколько сложно может быть открытие такого заведения в Токио со всеми этими правилами и положениями. Мне всегда хотелось помогать кошечкам и приносить людям радость. Затем пришла она, женщина, которая любила кошек так же сильно, как и я. Она предложила мне уладить проблемы со всеми. Ну, в смысле, я видела татуировки и все такое, но я подумала, что не стоит судить людям по тому, как они выглядят. О людях, вернее. Я сейчас так думаю. Я ни за что не смогла бы продержать это место открытым и оставить своих кошечек, если бы мне кто-нибудь срочно не помог. Господи, какая она тупая. Просто какая она тупая. Самое противное, что у нее серо-зеленые глаза и каштановые волосы и кепочка. Короче, она... Вот если отсечь ей тело, вот очень похоже на меня. Но почему она так вот такая тупая? Это знак свыше? И она кошек любит, кошечек, а феоню. Господи, за что? Поэтому я приняла ее предложение. Вскоре после этого дела пришли... Дела пришли в норму. Собственник здания перестал жаловаться и ко мне в руки попали все разрешения. Может тебе кажется, что я сглупила, но большую часть здешних кошек стали бы бродячими или умерли, если бы я не приняла ее помощь. Не надо ничего отсекать. Некоторое время мне казалось, что меня спас ангел-хранитель. В конце концов, она любила кошку, и она была добра и дружелюбна со мной. Кроме того, все было тихо. Проблема с Томома... Его кишечником стала первым инцидентом за последние несколько месяцев. Где-то через два месяца после того, как я приняла ее помощь, когда я закрывала кафе, появились какие-то люди с таким же, как у вас, договором. Они сказали, что он был за оказание услуг или как-то так. Тогда цена была небольшой, поэтому я его подписала. Все-таки я многим не обязана, а дела у меня шли хорошо. Только они постоянно возвращались, каждый раз у них был с собой новый договор. И с каждым разом цена становилась все больше. Все вышло из-под контроля. Я больше не могла справляться. Касуми ни разу со мной даже не встретила, чтобы обсудить это. Вы правда думали, что Якудза оказывает вам услугу за просто так? Это не была жадность, Тита. Я думала, она пытается помочь. Хм, помочь единственным способом, который ей известен. Не дави на жалость, тварь. Пожалуйста, вы должны мне помочь. Сумма, которую они запрашивают, совсем безумная. Сейчас дела у меня идут хорошо, но если я соглашусь на их условия, то разорюсь. Вы должны поговорить с Касуми. Пожалуйста, скажите ей, что если это место закроют все эти кошки, им будет негде жить. Бедные кошечки. Их усыпят. Я не смогу сдерживать их, содержать их сама. Не думаю, что служба по защите животных позволит мне оставить их у себя. Я не смогу с этим жить, если это случится. Я умоляю вас, Тита. Не делайте этого. Ладно. Черт, не важно, что мне от нее нужно, моя совесть не позволит мне заставлять вас подписывать это. Ура! Я знала, что добро возьмет вверх. Спасибо! А вообще, как вы связались с этой женщиной? Мне нужна информация от нее. Вам следует пасть осторожной. Я ее не знаю, но ее громила опасны. В прошлый раз, когда они были здесь, я услышала, как они говорили о том, чтобы преподать девушке из другого кафе урок. Или что-то в этом роде. Мне только... Мне тошно только об одной мысли об этом. А чего вы еще ожидали от таких парней? Пожа... Эйс Вентура. Ой, господи, Эйс Вентура. Не Эйс Вентура. Короче, вы поняли о ком я. Хватит. Хватит это делать со мной сегодня. Вот это вот. Целый день вот это происходит со мной. Пожалуй, они только умеют, что ломать ноги в свободное от развлечений. Время сейчас по слогам буду читать. Можете считать меня наивным, но я не понимаю, как кто-то может быть таким-то личным. Когда я стала видеть ее лицо в газетах, я не могла в это поверить. Определенно, женщина, о которой писали, не могла быть Касуми, которую я знала. По крайней мере, мне так казалось. Как говорится, сколько волка не корми. Может и так, в любом случае, в будущем вам стоит быть внимательнее с людьми, которым вы доверяете. Брюс всемогущий, да. Ну, я поставлю... Ну, Джин Керри Эйс Вентура автоматически. Простите, я не хотела впутать вас во все это. Ну, спасибо, что не заставляете меня это подписывать. Итак, как ваш план? Какой ваш план? Не уверена, что он у меня есть. Может, я смогу вызывать к ее доброте? Если она и вправду любит кошек. Уверена, что она не захочет, чтобы эти малыши страдали. Верно? О, нет. У меня правда большие проблемы, да? Лучше я... Может, лучше я схожу сама? Договор передали мне, так что лучше, если я разберусь с этим. Плюс у меня возникло впечатление, что вызванная полицией ограничение свободы сказалось на ее настроении не самым лучшим образом. Уверена, что вы не согласитесь, но я все еще считаю, что в ней есть что-то хорошее. Иногда я задаюсь вопросом, стала бы она всем этим заниматься, если бы ей не пришлось расти в той обстановке. И она так понравилась кошечкам, когда они играли вместе. А ведь кошки хорошо разбираются в людях. Почему-то мне кажется, что ее отношение к животным не слишком коррелирует с ее отношением к людям. Эх, мне становится не по себе, когда я думаю, что вернусь с ней без договора. Черт, а ями. В этот раз ты крепко вляпалась, да? Нет смысла зацикливаться на этом. Я все для себя решила, я не могу выбивать долги для Якутза просто потому, что попала в трудную ситуацию. Берегите себя. Не беспокойтесь, мои кошечки никогда не ошибаются насчет людей. Ага, конечно. Я что-нибудь придумаю, но мне нужно, чтобы вы затаились и, возможно, даже закрыли кафе на какое-то время, пока я с этим не разберусь. О, ма гад, что так много информации лишней. Может, мы как-то уломаем эту девчонку, косуми эту. Открыть якутзовское кошачье кафе. Вложить все деньги в кошачье кафе, короче. И все. Зачем ей какой-то фушечный клуб? Кошачье кафе. Только кошачье кафе. Так, еще здесь кому-то мозги промывали. Давайте зайдем пообщаемся. Или нет? А че это нет-то? А если я хочу, да? Вообще, вообще-то никуда даже зайти нельзя. Хм. Ну ладно. Эй, что ты тут делаешь? Возвращайся. Ага, мы сейчас будем... Короче, все, ты со мной идешь. Честное слово, малыш, я не хочу, чтобы ты пострадала. Иди домой. Мы сейчас принесем ей кысеньку. Будем шантажировать с помощью кысей. Кабыкчо. Подожди, в смысле? А тут что? Наверное, единственный копец, который зашел в частный бар к осумене, будучи уже купленным ею. Хотя, учитывая, как все обернулось, может, это и не совсем правда? Так, а это что такое? Подожди. А, это вот так вот, все поняла. С возвращением. Я так понимаю, ты разобралась с этой небольшой помехой? Я не стала заставлять ее подписывать это. Совесть не позволила мне вот так разрушить чью-то жизнь. Позволь, я кое-что тебе объясню. Если я говорю тебе что-то сделать, ты не возвращаешься, пока это не будет сделано. Что, думаешь, ты кто-то вроде рыцаря, стоящего на защите морали, вручаешь подружку? Что она вообще тебе наговорила? Что она была девочкой из маленького городка, которая не могла справиться с большими злюками в Токио? Если так говорить, то да, действительно кажется, что я прошу слишком много. Она рассказала тебе про всех тех кошек, что вечно убегали? Или про тех, кто бродил по соседним заведениям? Что насчет кучи мусора, которые скапливались повсюду? Если бы я не отваживала от нее людей и не вычищала ее место, эти кошки наверняка были бы уже мертвы. Сейчас между нами возникла проблема с доверием. Ты слишком быстро перешла на другую сторону из-за того, что я такая, или, по крайней мере, кем ты меня считаешь. Печально. Кадзу! Да, босс. Выведи Ито наружу и покажи ей, что происходит, когда люди меня разочаровывают. Слышь! Ну, не будь слишком груб. Я не хочу повторения прошлого раза. Ой, не трогай ее лицо. Я не очень хочу... Я очень не хочу, чтобы кто-то увидел синяк и подумал, что она заслуживает жалости. Оставь ее куртку здесь. Мне она нравится. Такая стильная. Ты знала, что мои друзья сообщают мне, когда готовятся полицейские рейды? Это довольно удобно, правда. Вообще-то один раз... Один как раз запланирован на завтра. Меня не будет, конечно, если они вдруг найдут эту куртку. Ну, кто знает, что они подумают. Будет жалко, если кто-то его узнает. Кадзу, выпроведи ее. Удачи в поисках этой твоей дурацкой девчонки. А как же Кейси? Кейси спасет меня. Посмотри в эти глаза. Скажи, что тебе плевать на них. Скажи это им в лицо. Если ты будешь шантажировать и забирать деньги, эта кошечка умрет. Она умрет в луках. Знай это. Постой, Кадзу. Это кто это? Это... Думаю, он убежал из того кошачьего кафе. Правда? Понятно. Я... Я обожаю его. Посмотрите на его простенькую мордочку. Я не могу... Это что за рык тигра сейчас был? Это на урчалку помпало не похоже. Я не могу позволить, чтобы детективы сбили, когда рядом такая маленькая миленькая мордашка. Как его зовут? Избили? О, я думаю, его зовут Тома. Тома, это не самое... Это ли не самое подходящее имя для мужч... Это не самое подходящее имя для мужчины, верно? Я буду звать тебя мистер Зефирка! Насчет того шантажа и избиения. А, это... Забудь! Правда? А, ну хорошо, да. Ой, ты расслабься. Для меня не проблема, конечно же, разговаривать со своими дружками полицейскими. Забей. А ты ведь не станешь этого делать, да? Нет. На данном этапе они, наверное, все равно бы мне не поверили. Я так и фатывала. Так что приобрелись. Нормально все. Как можно продолжать злиться, глядя на эти большие глаза, эти маленькие лапки? Смотрю я на тебя, и ты вижу женщину, чьи приоритеты расставлены совершенно неправильно. Ты ценишь не то, что имеешь, а только то, что... Блин, ты мне мешаешь читать. А то, что... То, что знаешь, и то, что до сих пор не найдешь. Нет, бл-бл-бл-бл. В общем, я была серьезно насчет одного. Если ты заговоришь с полицейскими про мой бизнес... Слушай, уйди отсюда. Или про мое увлечение кошками, или что-то подобное. Кадзу может нанести визит в твою квартиру и продолжить с того места, где мы остановились. Но кому охота продумывать процесс расчленения и избавления от тела детектива, когда об тебя трутся эти маленькие усики? Сатика была права. Ты действительно обожаешь кошек. Так зачем заставлять ее подписывать договор, по которому ей в итоге придется отдать их всех? Сатика не такая идеальная и милая, какой кажется. Возможно, она и любит своих кошек, но она странным образом заботится о них. Это мы, кстати, заметили. Она многом не задолжала, и у нее есть право требовать уплаты. У меня, точнее. Если ее кафе закроют, я позабочусь о том, чтобы ее кошки обрели дом. Хотя могу сказать тоже... Не могу сказать того же об их владелице. Эта работа заключается в трудных решениях. Не столь законно, как у вас, копов. В моем деле тебе приходится засыпать с принятыми тобой решениями, а не оставлять их в подвешенном состоянии, когда ты передаешь дело в суд. Мистер Зефирка любит, когда его берут на руки. У-дю-дю-дю-дю-дю. Он довольно милый. Не уверена, что ты рассчитывала на такой исход, но выражительно признаешь, что тебе хватило смелости вернуться сюда. Я думала, что ты будешь еще одним безвольным копом у меня в кармане. Я тебя недооценила. И сделав это, я дала тебе информацию об одной из моих слабостей. Забавно, кстати. Я потратила столько времени, делая все, чтобы меня не воспринимали как слабую женщину, какой меня представляют все эти... Мужики, мужланы, паскуды, твари. Что иногда я буду ты сама не своя. Я уверена, что ты очень хорошо понимаешь это. Вот что я тебе скажу. Я позволю тебе знать об этой моей маленькой слабости. Это справедливо. Я не буду избивать тебя до полусмерти и до амнезии, потому что иначе ты об этом не забудешь в принципе. Так что считай это моим благословением. В конце концов, я так много знаю о твоих. Возможно, в другой жизни мы могли бы стать подругами. У нас даже цвет глаз одинаковый. Может, и моя сестра потерянная. Мы с тобой вдвоем такие красивые на всю игру. Кадзо, пока свободен. И ты считаешь, что тебе повезло? Сегодня я оставлю тебе твою куртку. Понятно, босс. Ладно, забудь про договор с кошачьим кафе. Позже я отправлю одного из своих ребят разобраться с этим. Что ты там хотела? Я хочу поговорить с директором компании Омега Хигаси про девушку, приписанную к его агентству. Точно. Наш пропавший директор агентства его и один из его многих проектов. Такой отвратительный человечек. Говорю тебе, я без проблем взяла под контроль левый бизнес. Я оставила его в качестве директора, чтобы некоторые из его клиентов были довольны. Решение, о котором я теперь жалею. И где он? К сожалению, я, как и ты, в неведении относительно того, куда он пропал. Однако уговор дороже денег. Пока тебя не было, я узнала адрес одного из его старых укрытий код, чтобы попасть внутрь. А, я знаю! Ого, вот! Ура, эта дверь откроется. Не могу гарантировать, что ты там что-нибудь найдешь, но я пообещала рассказать все, что мне известно. Это я и сделала. А ты не отправляла туда одну из своих шестерок, чтобы... А ты не отправляла туда одну из своих шестерок, чтобы проверить? Шестерок? Ты мне нравишься, но не испытывай судьбу. Как я уже сказала, я и мои люди сейчас не можем себе позволить быть замеченными. Особенно в районе, которому уделяется особое внимание. Особое внимание? Разве Кабу Китё сам не привлекает достаточно внимания? Кабу Китё, какой он и есть. Но это не Кабу Китё. Это конкретное место обладает собственной репутацией, вследствие чего там в последнее время стало гораздо больше полицейских патрулей. На самом деле, я слышала, что там все еще проводится расследование. Я слышала, что ты близко знакома с тем районом и инцидентом, который там произошел. Кстати, прими мои соболезни в связи с гибелью твоего напарника, детектива Танаки. Все газеты спешат выставить тебя некомпетентной или, что еще хуже, каким-то психованным убийцей. Возмутительно, не так ли? Мои друзья из участка говорят, что вы были... Друзья из участка, да? Близки. Нельзя таким образом терять любимого человека. Полагаю, я могу позволить себе спросить, что же там все-таки произошло. Там правда был кто-то в ту ночь? Спасибо за соболезнение, но то, что произошло в ту ночь, не совсем та тема, которую бы я хотела сейчас обсуждать. Как тебе будет угодно. Давай вернемся к разговору с Ахигаси. Пришлось немного покопаться, чтобы раздобыть этот адрес. Кажется, он получил второе убежище в Синдзику под фальшим именем. Теперь, когда мы знаем, где он находится, ему это тоже стало известно. Я сильно сомневаюсь, что ему хватит глупости спрятаться там. Но я также сомневаюсь, что ему хватит ума, чтобы полностью вычистить место, прежде чем покинуть город. Возможно, там есть все-таки что-то, что приведет нас прямиком к нему. Достань то, что тебе нужно, а затем дай Кадзу знать, где этот слезняк, чтобы мы могли вправить ему мозги. Мы заставим его выкинуть из головы все эти идеи о побеге. Код от двери 11-23-5. Отлично. На той улице только один кодовый замок. Ты не пропустишь. Как бы ты ни была, желаю тебе удачи в поисках твоей девчонки, Айами Ита. Но помни, что тебе не под силу спасти их всех. Да, еще Ита. Спасибо, что принесла мне мистера Зефирку. Я уже несколько недель протолчала. Зеперти в одном и том же месте. А это может быть немного утомительно. Знаешь, я вспомнила, что ему нравится свежая рыба. Что пободристал ей все. Свежая рыба, да? У Сатика довольно эксцентричный вкус. Кадзу, иди и купи немного сашими. О, мигом босс. Я точнее мигом. О, мигом босс. Окей. Ну ладно. Что-то здесь музыка включилась внезапно. Громкая. Так, Синдику. Вонючая Синдику. Ну точнее Синдику-то как бы нормальная. Но мы идем на ее вонючую часть. Так, ну ладно. В гости хоть зайдем, может. Дратуй, ты тут как? Кошек у тебя тут нет нигде? Слушай, а подожди, а в тот бар меня не пускают уже, да? Вообще никак? Не-а. Хе-хе. Ну ладно. Ха, сработало. Похоже на водка Косуми, оказалось правдивой. Минуточку, сейчас, секундочку. Не тыкается. Войти. Войти. Удивительно, кстати, что сюда всегда можно войти, даже если там ничего нет. Угу. Все то же самое. Ну, пойдемте. Фу, какая вонь. Незнаком этот запах. Любой, кто достаточно проработал в отделе убийств, знает его. Ой, плохо дело. Если мы сейчас словим нервозность на минус сто, мы сдохнем. Подожди минутку. Сейчас, подожди. Кажется, дверь запертая, но могу ее открыть. Взломать? Не могу, кажется, что-то внутри замка было спильно. Подожди, а что там с третьим вариантом? Пнуть. Зачем? Бесполезно. Заколка ни за что не цепляется, это не сработает. Ой. Ой. Какая прелесть. Реакция какая-нибудь, нет? Определенный источник запаха делал в довольно плохом состоянии. Тело, вернее. То есть ты это сделал, потратил немало времени, чтобы изнародовать труп. Задеты внутренние органы. Возможно, удалены. Что это? Здесь бумажный пакет с именем Хигаси. Рейна сделала это? Ну, конечно. А, кстати, состояние это вот это вот. Слава богу, не нервозность. Здесь еще что-то было. Блин, а нельзя теперь что-то посмотреть вот эту хрень? Где этот сраный пакет? Что-то слева щелкает, слушай. А что нельзя посмотреть-то? Пакет где-то есть. Бляха, слева сейчас что-то будет. Ничего не изменилось. Просто дверь. Да что ты говоришь? Откуда шел этот звук? Такие звуки словно кто-то пытается сбежать оттуда. Я не хочу трогать эту сраную дверь. Валим отсюда. Ну его в епус-то где-то. О. А, это я была. Блин, жалко не дали... Ай, блин. Черт, я надпись не изучила. Он что-то пытался, может, написать или что. Ой, я не хочу туда идти. Шум прекратился. Почему? Я не хочу туда идти. Не пойду, не буду. Здесь ничего нет. Откуда шел этот звук? О-о-о-о, не хочу. Я-я-я-я-я-я-я-я-я-я. Мужик, вставай, пойдем отсюда. Черт, взлегся. Мать твою, дверь сама открылась. Мама! Рэйна? Так это правда. Только подумай, что тебя держали в подобном месте. Что же произошло? Что-то происходит. О, мой гад. Ты рано вернулась. О, тебя вообще, смотрю, кроет. Да, да. Мне нехорошо. Думаю, я сегодня лягу пораньше. А, это флешбек. Руби, не игнорируй меня. В последнее время у тебя одни сплошные договорки. Я не понимаю, о чем ты говоришь. Руби, моя милая маленькая Руби. Думаешь, что раз одна песня стала хитом, ты просто можешь перестать работать? Тех денег больше нет, дорогая. Мы потратили их все, пытаясь договориться о записи. Тебе не кажется, что нечестно? Есть мою еду и жить здесь на халяву, нигде не работая. Руби? Эй, прекрати плакать. Кончай рыдать. Твою мать, я с тобой разговариваю. Пожалуйста, я этого не хотела. Я запишу еще одну песню. Я все тебе компенсирую, обещаю. Я просто ничего не могу, не хочу. И для этого я устраиваю для тебя все эти встречи. Ты производишь правильное впечатление на этих ребят. И они тебя куда-нибудь сводят. Ты понимаешь, нет? Кстати говоря, мне не так давно поступил звонок от массы. Знаешь, что он сказал мне? Он сказал, чтобы ты была немного неприветлива с ним прошлой ночью у него дома. Ты ведь знаешь, что он один из наших лучших клиентов, да? Он столько всего может сделать для нас, девочки. Девочки мои! Курочки! Ну, мне даже лучше не... Даже не нужно тебе об этом говорить. Ты сама все знаешь. Кстати, да, маска, вот видите? Глазики. И носика. Я отправила тебя к нему, чтобы он сказал, что в тебе есть что-то особенное. По правде говоря, он сказал, что из всех девочек ему хотелось встретиться именно с тобой. Я оказал тебе большую услугу, сделав эту встречу возможной. Я так щедр с тобой, а взамен ты отплачиваешь мне тем, что сидишь в комнате, рыдаешь и говоришь, что тебе плохо. И какое у тебя там еще оправдание? Я не могла. Он пытался. Мне не волнует, что он пытался сделать. Ты должна была ему позволить. Когда я взял тебя к себе, ты была беззащитной маленькой девочкой, у которой уже начались проблемы в школе. Но я увидела в тебя потенциал. Я уже тогда мог понять, какой красивой ты будешь, когда подрастешь. Только это и волнует всех этих мужчин. Как я выгляжу? Ну и что? Ты думаешь, я взял тебя, потому что ты умная? Ты идол. Смысл в том, чтобы на тебя смотрели. Большинство муф из кожи вон лезут, чтобы встретить такую красивую девушку, как ты. Но ты все портишь, когда сидишь тут в слезах. Что ты делаешь? Мне надоело выглядеть, как идиот Руби. Ты меня вынудила сделать это. Что это? Что ты делаешь? Что ты делаешь? Продолжение следует... 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 А чё? А третья дверь. Может, потом? Когда-нибудь мы ещё сюда вернёмся. Мужик! Открой мне третью дверь. Просто у нас здесь было три отпечатка. На той двери было два отпечатка. Ну, то есть две пары. А третья дверь? Хм. Ну, ладно. Меня тошнит. Это чудовище. Сколько девочек Хигаси успела запустить по рукам и подвергнуть насилию, пока она его не убила? И Рейна. Она выглядела в точности так, как сейчас. 16 лет. Ребёнок. Хигаси запер её, и она попыталась обрести контроль единственным способом, который казался ей возможным. Только... Только она вернулась. А вместе с ней вернулись её страдания и боль. Пока я была в той комнате, казалось, что все эти чувства принадлежали мне. И это ощущение было уже не в первый раз. Тьма была пробита на это этим чувством, этими чувствами. Как только я это осознала, в воздухе словно что-то переменилось. Теперь я чувствовала пульс, словно меня преследовало биение сердца. Но этого было недостаточно. Маска помогала мне найти дверь, и я могла чувствовать тьму, что... Но путь всё ещё оставался для меня закрыт. Что я упустила? Третья дверь не открылась! Моё чутьё мне подсказывает, что это как-то связано с Каменкай. Единственный живой человек, которому что-то известно, это старая Кавана. Ей придётся рассказать мне, что произошло. По-другому всё выглядит, да? Заметили? Чё-то не так стало. Или меня наркоманит? Вратуйте ещё раз. Как у вас тут? Нормально? Ну ладно. Ой, сколько здесь, сколько... Всё, внулилось, смотри-ка. Ничего себе.